Ах, черт, мы снова идем. Давайте, 15 био-очков, что думать, без предпосылок, без предпосылок, восстановление, все процедуры занимают на 50% больше времени, и, 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 и увеличивает скорость распада систем на 30%, очень неплохой перк для данного сценария, потому что нам нужно, собственно, все системы и уничтожить. Усилители, погнали. Так, Джонни, Джонни, рассказывай. Как дела? Давно тебя не видел. Давай, давай мне биопойнты. Благодарю тебя. Хорошо. Нихуя себе она сорвалась. Прям как рыба с удочки. Так, Джонни, давай ты не будешь любить ходить по больницам и клиникам. Это нам не надо. Вы не можете развивать-то сейчас, заболевание сейчас не лечится. Все лечения на 10% менее эффективны. Родовые процедуры. Нихуя себе. Нимфоманию тебе разовьем, Джонни, чтобы такие перки шли с колесами. Счастье. Давай мы тебя сегодня будем убивать через пищеварение. Через пищеварение. Ну и начнем мы, пожалуй, с гастроэнтерита. Это вирусный гастроэнтерит. Желудочный грипп. Кишечная инфекция с симптомами. Водянистый понос. Брюшными коликами. Тошноты или рвоты. Иногда лихорадка. Джон Смит боится идти к врачу. Джон Смит не инфомания. Джон Смит страдает желудочным гриппом. Бывает, Джонни. Бывает. Тихо, 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 тихо. Троечка. Троечку забираю. Красиво. Чё-то пищеварение так особо не страдает. Мне кажется, тебе вообще пофиг на твой гастроэнтерит. Будь у меня желудочный грипп, блядь. Я только от слова грипп паникую, а желудочный грипп так вообще пиздос. Ещё страшнее звучит. Незащищённый сексу Джон Смит собирается вступить в незащищённые сексуальные отношения. Джон, повезло тебе. Нет СТД. Партнёр здоров. А защищаться нужно, Джонни. Нужно защищаться. Особенно, когда партнёр незнакомый. Тем более. Хрен знает, что ты там подцепишь. Цирроз. Это рубцевание печени, вызванное многими формами заболеваний в состоянии, таких как гепатит, хронический алкоголизм. Запор. Хронический запор это нечастое испражнение или трудность прохождения стула, которое сохраняется в течение нескольких недель или более долгого периода времени. Давай, Джонни. Так, мускулатура. Ты тут что у меня? Ты биопойнтики твои, которые мне нужны. Ну, пищеварение, в принципе, неплохо падает, я хочу сказать. Прям очень достойно. О, чё-то полилось уже. Джонни, что у тебя там полилось? Факторы риска. Трудяга, это нервы. Мне нужно пищеварение. Почему избыточный вес не бьёт по пищеварению? Вот, недоедание есть. Общий термин, объединяющий ряд состояний, вызванных недостаточным или неадекватным питанием. Как правило, речь идёт именно о нехватке продуктов питания в рационе. Договорились, Джонни, не ешь ты нормально. Видишь, как бывает? Недоедание. Джон Смит боится идти к врачу, случайно развит. О, ты неплохой перк развил, я тебе хочу сказать спасибо. Ты развил вторую назакомифобию. Это хорошо. Это меня прям радует, Джонни. Кровообращение, иммунитет, нервы. Давай вот, это что, обезбоживание. Давай избыточный вес. Хотя нет, вот тут если прокачать, то должна открыться алкоголь. Вот, наверное, нужно и это, и это качать, да? Ладно, избыточный вес. Как правило, определяется большим жиром, чем оптимальным здоровьем. Толстенький ты мой, Джонни. Ом-ням-ням-ням-ням. Ты не доедаешь, как бы, но неполезную пищу жрешь. Лишь, какой комбо у тебя, нехорошая. На самом деле, параллельно нужно вторую какую-то систему развивать. Оббивать. И пусть это будет, пусть это будет, и пусть это будет. Кровообращение. Ожирение, заболевание, при котором избыток жира в организме накапливается до такой степени, что это может негативно сказаться на здоровье и приводит к уменьшению продолжительности жизни. Давай, Джонни, покажи, насколько ты толстый. Ом-ням-ням-ням. Хуя, у тебя живот. Окей. Погнали. Давай, Джонни, пару поинтов еще, пожалуйста. Пару поинтов. Молодчик. Молодчик, мы тебе возьмем диабет первого типа. Кровообращение. Хуярит, хуярит. Диабет первого типа известный как юный диабет или инсулиновозависимый. Диабет является хроническим заболеванием, во время которого поджелудочная железа производит минимальный инсулин. Гормон должен был позволить сахару входить в клетке, чтобы произвести энергию. Желчный камень. Нужен высокий холестерин. Я понял. Мы можем тебя скомбинировать тут с чего-то интересное. Что-то интересное сейчас ты скомбинируем, не волнуйся. Так, тихо там. Высокий холестерин держу. Когда у вас высокий уровень холестерина, у вас могут развиться жировые отложения в кровеносных сосудах. В конце концов, те отложения затрудняют проток крови в артерии. В конечном итоге приводят к окклюзии пораженных артерий. Гипертония. Высокое кровеносное давление является общим условием, в котором сила крови против стеной артерии достаточно высока. Что в конечном итоге может привести к проблемам со здоровьем, таких как болезни сердца. Да, а ты как думал. А ты как думал, будет? Будет непросто. Визит к врачу. Рановато ты приехал к врачу, на самом деле. Что-то прям... Очень рановато. Мне прям не нравится, насколько рано медицинский осмотр у него. И что нашли? Сальмонеллу? Сальмонеллы у него, к моему, нет как раз. А, гастроэнтерит. Я понял. Давайте, чтобы вы немножко меньше его диагностировали по времени. Мы возьмем плохие врачи, все диагностические тесты занимают на 50% больше времени. Да, сгустки крови. Еле подобное ископление крови. Некоторые сгустки крови формируются в венах без серьезных последствий. Так, 7, 7 уходит хорошо. Врачи в больнице пациента Джон Смит слишком заняты. Страдает нарушением свертываемости крови. Окей. Ну, пищеварение уходит неплохо, я тебе хочу сказать. Прям бодро, Джонни. Очень бодро. Трудяга. Трудяга. Малоподвижный. Малоподвижный. Малоподвижный образ жизни. Типа образ жизни при отсутствии или неправильной физической активности. Человек, который ведет сидячий образ жизни, известен как лентей. Вот, нездоровая пища. Вот тут и по пищеварению, и по кровообращению нормально будет. О, найс, Джонни. Крутим. Повезло тебе, Джонни, опять повезло. Молодчик. Везунчик, ты просто пиздец. Так. КТ-брюшной полости тебя уже проводят. Нихуя себе там врачи о тебе заботятся. Запор лечат даже. Что-то вы быстро его, блядь, лечите. Прям очень быстро. Очень быстро. Мне не нравится, насколько быстро. Мне не нравится, насколько быстро. Нервы, кровообращение, нервы, кровообращение, нервы, кровообращение, мускулатура. Понятно, поинты нужны на все. Поинты нужны на все, Джонни. Вообще, варенье, конечно, у тебя уходит, но не так быстро, как хотелось бы. Это меня начинает расстраивать. Мне кажется, что ты не хочешь помочь мне выиграть. Ну, спасибо, спасибо. Прямо на меня, да, молодчик. Так и надо. Так с тобой не подружимся. Так. Кто-то, кто пристрастился к нездоровой пище. Описание максимально простое. Нужно взять вот эту еще историю. Плохие врачи. Эффективность лечения на 50% дольше. Джон Смитли с нездоровой пищей несколько раз в день. Так. Нервишки. Опа, троечка. Так, врачи. Давайте это самое поспокойнее немножко. Врачи в больнице пациента Джон Смит очень занят. Диабет первотипа тебя лечит. Я тебя услышу. Да хватит на меня извергать свои рвотные массы. Вспокойся. Конец концов. Взрослый человек. Держи все в себе. У тебя, смотри, сколько места здесь. По кровообращению гемофилии может хорошо дать. Циррозы мы нашли, блядь. Лечит циррозы его. Сука. А все так хорошо начинал, Джон. Случайно разве... За городом. Джон Смит живет в сельской местности. Это его позже в ней отложку отвезут. Это хорошо. Кстати, это очень даже неплохо. Это очень даже неплохо. Заебись, мне тут закрыли. Доступ ко всему просто. Может, инсульт все-таки? Посмотрите на этих врачей, блядь. Лечат ему. Лечит и лечит. Лечит и лечит. У него там столько факторов риска на кровообращение, а я его никак не могу подкосить нормально. Не его лечат и лечат. У, суки. Дай мне два поинта еще, пожалуйста. А лучше 12 поинтов. Гипертонию у тебя нашли, я тебя понял. А что если у тебя обнаружат? Инсульт. Возникает, когда приток крови к части вашего мозга прекращается или сильно уменьшается, лишает ткани головного мозга кислорода в течение нескольких минут клетки мозга начинают умирать. У пациента Джон Смит был инсульт. Кровообращение у него очень медленно падает. Мне не нравится это. Очень медленно. Метаболическая панель. Минус 5. А, ну конечно, блядь, оно медленно падает. Мы тут, блядь, все залечили. Ебучие врачи. Все, все залечили. Посмотри на них. Ты посмотри на них, что творят. Конечно, оно не падает. Нихуя. Да, МРТ мозга. Слышите, как вы заебете. Ну реально просто везде перекрыли вход и выход на гемофилию. Джон Смит страдает гемофилией. Надо срочно по кровообращению хуярить. Очень срочно. Так, спокойно. Блин, ну это не честно, что если они это проверили, то все. Это типа закрыто. Тромбоз глубоких вен. Давай. Нужен этот постфиблитический синдром. Очки нам сейчас на колобучках. Так, хорошо. А, они сейчас делают УЗИ грудной клеткой. Они это все найдут. Блядь. Они это все найдут. Синдром Мальпорта. Где бы тебя пиздануть? По кровообращению. Вот, лейкемия. Да, точно. Лейкемия, Джонни. Как тебе такая мысль? По-моему, звучит бодро. Так. Рак тела кроветворных тканей, включая костный мозг и лимфатическую систему. Развиваем. Минус 15 здесь. Очень хорошо, сейчас должно упасть быстро. Вот сейчас пошло неплохо. Вот сейчас-то пошло в самый топчик. В самый топчик и пошел. Инсульт лечит тебя. Блядь, это плохо. Инсульт я так долго копил на инсульт тебя. А ты взял им все, рассказал про все свои симптомы. Показал им все свои симптомы. Кто так делает, Джонни? Мы с тобой не сможем подружиться. Тромбос глубоких вен лечит. Сальмонелла. Так. Хорошо. Как-то кровообращение сильно замедлилось. А, ну понятно. Я понял. Я понял, да. Органы дыхания, мускулатура, иммунитет. А тут что есть? Из такого борзово-бодрого нервы. Скелет. Понятно. Все не то немножко. Немножечко все не то. Главное, чтобы тебе сердце не пересадили. А то в прошлом пазоне пересаживали, блядь, все подряд. По-моему, тебе как раз. Джонни. Так, метаболическую панель провели. Значит, я могу теперь сальмонеллу хуярить. Эффекция сальмонелла это бактериальное заболевание, которое влияет на желудочно-кишечный тракт. И вот сюда тоже, чтобы одновременно как-то в эти две системы подкосить. Гемофилию лечат. Ох, какие. Нашли, значит. Гемофилию нашли, ни хрена себе. Лейкемию не нашли. Еще есть возможность у нас. Есть шансы, Джонни? Шанс на успех. Шанс на наш с тобой успех. Болезнь крона является воспалительным заболеванием кишечника. Он вызывает воспаление слизистой оболочки вашего пищеварительного тракта, что может привести к боли в животе, сильному поносу и недоеданию. Рак толстой кишки. Но это уже не будем делать, тебе и так это все уйдет. Будем копить сейчас на забастовку медсестер. У тебя и так пищеварение должно уйти довольно быстро. После того, как сейчас откажут системы кровообращения, все будет очень даже недурным. Кровообращение. Я обращаюсь к вам. Неотложная помощь на 2% аж. Сукины, блядь, дети. Я ебал вас в рот. Что это такое сейчас произошло? Просто взяли сердце, пересадили. Медсёстры бастуют, быстро. Нихуя, взяли и пересадили. Пациент Джон Смит покинул отделение от ложной помощи. Отлично. Это очень круто. Потому как медсёстры бастуют прям вообще мне не... Ой, не медсёстры бастуют, не бастуют. Блядь, все, все запутался уже. Как тебе сердце пересаживают, это прям не дело вообще. Вот сидишь, мучаешься. Ликированный гемоглобин тест. Это что такое вообще, господи. Я такое никогда не делал, пока играл. 10 эпизодов за доктора в сценарии «Жизнь». Пищеварение падай, пожалуйста. Побыстрее. Не от ложка. Ага, сальмонеллу лечит. Я понял. Отказ систем пошёл отлично. Что ещё отказывает, неплохо? Нервисы? Хронический стресс. Нервный срыв. Пойдёт. Так. Троечка. Хорошо. Пищеварение, утащи кровь за собой, пожалуйста. Утащи кровообращение за собой, я тебя молю просто. Отлично. Две системы. Так, ребятки, бастуем. Врачи бастуют. Две системы за собой очень хорошие, что тащат остальное. Так, окей. Пойдёт. Хорошо. Нервы хорошо ползут вниз. Очень хорошо ползут вниз. Нужно там ещё ебануть. Шунтирование желудка. Угу. Сердце ещё одно пересадите или? Нет? Не хотите? Сукины дети. Неверный диагноз нужен. Неверный диагноз. Врачи сделали неверный диагноз, в результате чего снижается восстановление на 10%. 11-14. 14 нужен. Нужно 14. Джон Смит неправильный диагноз. Нужно нервы дотянуть сюда тоже, чтобы три системы уже отказала. Будет намного проще. Остальные вниз. Тащить. Пищеварение опять хорошо идёт. Это зря. У него там всё уже. Вы всё вылечили. Вы тут всё вылечили. Болезни в других местах. Ребят, болезни в других местах. Пищеварение опять упало. Отлично. А пизда. Ну-ка я по иммунитету. Вы же не сможете одновременно и туда, и туда, и туда. Астма. Джон Смит теперь астматик. Нервы и иммунитет одновременно. Сейчас если уйдут, будет вообще замечательно. Ну? 23%. Джонни, давай. Нейрегенерация. Вы ему нервы пересадили. Ну ладно, окей. Три пересадки сделали уже. Творюги. Хорошо, что в иммунитет ударил. Он сейчас утащит. Он сейчас всё утащит. Дефицит калия. Хронический мышечный спазм. И копим на... На-на-на-на-на. Вот это. Иммунитет. Хорошо. Третья система. Отказала. Мускулатура должна сейчас выйти в следующее из строя. Нервы, давайте. Хорошо. Скелет, органы дыхания держатся. Что-то скелет слишком долго там не умирает. Давайте, рахит. А, не, всё. Всё, ребят, вы не успели. Вы не успели, а мы всё успели здесь. Мы успели абсолютно всё. Биопсию костного мозга под конец проводили. Они бы нашли лейкемию. Но на самом деле лейкемия очень сильно помогла мне в этом сценарии сегодня. Хух. На самом деле прохожу это с третьего раза. Одну попытку вы видели в прошлом эпизоде. Одна была ещё попытка у меня записать, пройти это. У меня не получилось. Вот с третьего раза я это прохожу. Довольно сложный сценарий. Детали вскрытия. Цирроз вызвал коллапсы с тем пищеварения. Пациента Джон Смит, который также вызвал разрушение систем кровообращения. Пациенту было произведено шунтирование желудка. Джон Смит как последнее средство, но безуспешно. Вау. Неплохо. Я рад, что я смог наконец-то это пройти. Более чем доволен. Окей. Так. Кардиореспираторная остановка. Жертва страдает от кардиореспираторной остановки. Окей. Звучит неплохо. А потом ещё одна часовая бомба, как и в сценарии жизни. Попробуем это в следующем эпизоде прохождения. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующем эпизоде прохождения BeWing Redemption и в других играх. Всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok